В основном это, чтобы была занятость населения, чтобы больше рабочих мест создавалось. Это самое главное. Я не сильный специалист в этом направлении, но могу сказать, хотя бы поддерживать то, что было сделано, и все-таки развивать больше направления для развития детей, а дети – это наше будущее. Это было бы, конечно, очень хорошо. Может быть, какой-то центр для детей? Да, можно было и центры развивающие, и развивающие в игровой форме, особенно дети младшего возраста. Может, какой-то для детей что-то покрупнее. Центр, да? Да, какой-то большой центр детский. Я думаю, неплохо было бы. Единственное, что здесь, наверное, не предполагается метро, да, нам бы какое-нибудь в целях даже безопасности. Дороги, благоустройство дворов, придворовых территорий, организация вывоза мусора нормальная. Господи, да тут начать и закончить. Ну, и еще цены. Вот это ужасные цены. Порядок, я имею в виду, вот во дворах вот это вот так вот, понимаете более. То одну вот скамейку не покрасили, ту покрасили как-то. Немножко бы вот это привести в порядок. Ни одного нормального торгового центра в городе нет. Вот, хотя бы даже вот с этого начать. А там уже, глядишь, и народ подтянется. На болевший вопрос не газифицирована улица Железнодорожная. Бьемся над этим вопросом уже 50 лет. Да, если бы еще больше было парков, больше было бы зелени, больше было бы мест, где можно было посидеть, погулять просто, это было бы еще лучше. Сейчас парк Победы вот очень приятный сделать, кстати. И вот если бы во многих частях города появились такие парки, ну, может, не такие большие, как парк Победы, конечно, но было бы хорошо. Ну, наверное, для отдыхающих что-то оборудовать, пляжи, потому что много приезжих. Сейчас гораздо лучше стала ситуация с дорогами. Если бы еще продолжили делать, конечно, я думаю, все были бы довольны. Наверное, хотелось больше мест, где погулять, вот молодежи именно. То есть дети, сейчас площадок много, а вот молодежь на набережных, хотелось бы вот что-то другого. Вот парков нам не хватает, особенно в Камышовой бухте, и вот вообще нет. Ой, и Омегу, пожалуйста, пляж Омега. Вот я вчера была, значит, шли с внуком просто по камням, камни, режет, ноги режет, то есть либо засыпать галькой, либо засыпать песком. Так же нельзя. Курортный город, ну, вроде бы как, да, не только военный, но и курортный. Надо обязательно, пляж Омегу надо приводить в порядок. Пляжи там, ну, там у нас такая география, у нас такой рельеф, там по-другому не устроишь. Песочек не насыпешь, его смоют. Может быть, лучше приют для животных, уж если так разобраться. Это все-таки более нужно, потому что это наши братья меньшие, у меня всегда сердце, душа болит за них. Поэтому уже можно выделить клочок земли и построить приют для животных. И мы волонтеры будем помогать, потому что очень жалко, если человек может купить, сам себе кушать, а их Господь создал, чтобы мы, люди, о них заботились. И я думаю, как-то, может, наше правительство во главе с Разбожаевым, с Михаилом Владимировичем, как-то эту проблему решит. Очистные сооружения довести до ума обязательно. Вот, что еще? Благоустройство пляжей. Все-таки… Благоустройство пляжей, да, это… Микропляж в Анкермане нужен, потому что старики, инвалиды, которые не имеют возможности ездить на Учкуевку или куда-то еще. И вот Ушакова балка. Ну, сейчас… Ну, Ушакову балку решили, пенсионерам дали автобус. Ну, чтобы без центра были, чтобы бесплатно детям было, чтобы не все платно было за все платить, а чтобы бесплатно они могли заниматься, развиваться вот это вот, потому что не каждый, чтобы заплатить, не каждый может вот это вот, а так будут болтаться, а так, если занятия будут, то хорошо, парки хорошо. Да не знаю, мне вроде все устраивает, все есть. Я считаю, у яхтенной Марины меня не интересует, поэтому это для меня не глобально. Я считаю, что прежде всего нужно обеспечить детям достойное детство и здоровье, чтобы были подъезды к домам. Это прежде всего. Те же лавочки, те же парки.